Посмотри, какая штука полетела. Дирижабль. Друзья, подъезжаем к выставке в Трисдрихаффен, где-то здесь. Не знаю, как в Трисдрихаффен, но Дирижабль уже есть. Как он жужжит. Искрыть за крышей вынырнул, вообще без шума совершенно. Неужели так покататься можно? Здравствуйте, глупоугажаемые любители ледных витоспорта. Ни за что не догадаетесь, где мы. Мы на легендарной выставке в Трисдрихаффен. За ночь на вот этом чудесном автобусе с этим чудесным человеком мы отмахали полторы тысячи километров. Мы завезли прицеп с нашим деревянным планером на шляхер, чтобы потом завести принцессу, чтобы потом забрать деревянный планер, отвезти его в Литву. В общем, чудо логистики. И основная задача была найти повод так, чтобы смыться с полетов и попасть на выставку. То, что мы вчера еще летали на планере. Так вот, вот она, вот эти павильоны. Я еще сам не знаю, куда идти, но мы там, где раздают счастье, посмотреть на самые яркие достижения авиационного мира современного. Погнали! Друзья, я ненавижу цифровой мир. Вот создатель технологий, из которых мы полчаса обучились, прежде чем оплатить билеты вообще. Потому что мой генератор от кредитки остался дома, а его телефон в машине. И мы тут крюков нарезали. Но справились с задачей. Смотрите, первое, на что мы наткнулись, это вот такой самолетик электрический. Посмотрите, какая красота. Солнечные панельки на крыле, моторчик электрический впереди, ничего лишнего. Размах хороший, штука одноместная. В общем, мне кажется, это можно вполне зажигать весело на такой штуковине. Шасси, я так понимаю, убирается. Винт, конечно, не складывается, но, может быть, флюгируется. Вот первое, это солнечная технология на нас наткнулась. Вот эта штучка с другого ракурса. Характеристики, я не знаю, может, вот на телевизоре. Выглядит красиво. Стоят турбулизаторы. Вот, панельки гибкие, красивенькие. Можно вот так их подстать. О! Эх! Будущее! Но одноместное это скучно, конечно. Хочется всегда кого-нибудь покатать и пошалить. Но зато вот можно над такими летать, друзья, городами. Запарковал себе такой в ангарчике дома. Чпунь и куда хочешь улетел. Наверное, если есть одноместный, то потом в перспективе будет и двухместный. Ну вот, это на входе прям попалось. Первое, что попалось. А, кстати, глянь, на стабилизаторе тоже солнечной панели. Это, друзья, что-то такое большое-большое. Чтоб вы поняли. Смотрите, моя рука и этот цилиндр. Гигантская штуковина. Ух! 20-30 литров эта штучка. 30 литров моторчик. Ну, моторчик 30-го года. Выглядит красиво. Красиво. Как это все внутри смотрится. Видите, поршунечек. Ну, поршунечек тут. Шатун тут. Вау. Инженерное искусство, конечно. Прям. Друзья, шоу на тыкай свою страну. Ну, смотрим, кто тут есть. Да. Вот так. В Литву я уже не попадаю. Будем тыкать во Францию. Вот так. Ну, со всего мира люди. Как все блестит. Как выглядит хороший мотор в стойле. Легендарный Цирус. Даже есть очередь на посидеть. Мы зайдем к нему с хвоста. Это, видимо, показывает, сколько можно в багажный салон запихнуть чемоданов. Оп. Вот вам вид с хвоста. У хвоста никого нет, поэтому можно снять. Ну, что-то там внутри есть. Красивая штука, конечно. Смотришь и облизываешься на такой полетать. Но она живет с керосина столько, что... Друзья, столько керосина... Ну, кто может себе позволить такой самолет, может позволить столько керосина. Но мы летаем на солнечном свете. На энергии природы. Планеристов, к сожалению, говорят, на выставке в этом году нету. Ну, тяжелые предыдущие два года подкосили. Будем смотреть на самолеты. На то, что летает только пока работает двигатель. А это дизельный двигатель авиационный. Посмотрите, какая штука. С турбонагниталками какими-то и так далее. Блестит. Очень красивый. На керосине работает. Поэтому и работает. Поэтому называется Jetta. Дизель-летчик авиационный. Вот оно. Маленькое авиационное тоже будущее. Удобно. Экономично. Такие вот характеристики. Цирусов много. Вот очередной. Красивые дверки. Ну, не люблю все равно самолеты. Да, вот этот Цирус, друзья, хорошо, что с парашютом удобно спасаться. Если с мотором что-то не так. Над водой и так далее. А вот у нас пошел Пайпер. Такой тоже с турбопробом. Это уже на турбине штуковина. Ух, должен весело летать. Это у нас антиобледенительная система. На нем натянута. Ух, сарай летающий. Знать бы, что это. Я, друзья, в самолетах, увы, не разбираюсь. Так как в планерах. Вот это сарай. Посмотрите, какая огромная штуковина. Это вам почти как Ан-2. Только немножко другой. Какой хищный винт. Самолетик летал точно. Видите, винт такой весь посеченный. Ах, какие красивые клопные трубы у него. Поциклевки от другого. И от этого. От этой штуковины. Ну да, типа, вот смотрите, а-ля Ан-2. Сколько мест? Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Судя по всему, эта штуковина, друзья, должна приземляться где-нибудь там вот. В таких вот кушарях. На таких огромных колесах. Надежная, крепкая конструкция. Что это такое? А? Да, вот я не знаю. Ну смотри, закрыло такое. Кушплейн верхний план. Да. Вот огромное пузо. Если что. Да. В общем, вот такой самолет для прерий гонять. А это что за штуковина? Тоже Кодиак такой. Выхлопная труба, конечно, смотрится феерично. Видишь, какой винт уже побитый жизнью? Зафлюгирован получается, да? Да. Конечно, Кодиак, вот этот, друзья, смотрится забавно. Видите, они даже специально стенд сделали, чтобы такая прерия была. Вот, судя по всему, вот в этом брюхе, под брюшье, наверное, какой-нибудь багажник. Такой. Ух! Явно для какой-нибудь Африки, по Африке гонять по каким-то прериям, там, местными авиалиниям, еще что-нибудь. Выглядит он очень масштабно и феерично. Ну и какой-то все-таки производит позитивное впечатление. Но главное, что делают люди самолеты. Постепенно улучшают, что-то придумывают, наверное. Смотрится, знаете, как что-то архаичное в виде вот этих заклепок, таких вот торчащих, портящих динамику. Хотя, как бы, за такого самолета это нормально. Вот, не знаю, сочетание прошлого и будущего. Очень забавная штука. Мне чем-то он нравится, вот своей вот какой-то несуразностью, но в то же время вот... Самолет! Настоящий такой самолет! Тебе нравится такая штука? Я вообще начали, думал, лодка. Лодка? Шасси не убирается. Какая лодка. Ну, какой-то такой он... Что-то такое... Аэродинамическое безобразие. Безобразие, да. Точно. Вот, я думаю, что такое... Аэродинамика странная. Ну, летит же, в конце концов. Летит. А здесь сейчас легендарная Honda Jet. Ну, честно скажу, вот она производит какое впечатление. Помните мультик? Был какой-то про вот эти вот летающие самолетики. Так вот. Вот эта мордочка такая, она прям такая как бы... Не знаю, кокетливая, что ли, или что? Как еще сказать? Но она производит впечатление. То есть, морда одна, потом все вот такое... Ух! Салон уже большой. Как-то все это перетекает одно в другое. Я бы не сказал, что это вызывает какое-то отторжение. То есть, по-своему... По-своему красиво. Запускают туда по одному. Поэтому ближе мы не пойдем. Вдалека. Обзор на эти самолеты делал Васильев и Борисевич. Можете все это посмотреть у них на канале. Я так. Быстренько показать, что бывает на выставке. Мы сможем подойти к этой Хонде поближе. И заглянуть ей в хвост. Традиционно мы в хвост заглядываем. Ну-ка. Что у нее тут? Ну, вот турбина такая. Одна, вторая. Вот они. Багажнички. Турбина на таких красивых плавничках. Ох. Да. Ровненькая. Красивненькая. С огонечками. Как выглядит вход в турбину. Турбина удачно спрятана. Так поднята. Интересное такое решение. На крыле стоит. Обычно двигатели, конечно, вперед выносят, чтобы груз был впереди крыла. Улучшить латтерные характеристики. Ну, когда в корневом сечении, можно и так. А сделано, я так понимаю, это для того, чтобы убрать шум в салоне. Потому что двигатель, видите, не соприкасается с фюзеляжем. Соответственно, вибрации не должно быть. Ну, интересно. Очень интересно самолет. То есть, вот он... Ну, и посмотрите на вот эту морду. Ну, это же аэродинамическое совершенство. Эстетическое совершенство. Гладенькое, красивенькое. Такая вся изящная, перетекающая. Я поменял увеличение камеры. Потому что не хватает угла для съемки. Вот сейчас легче мне вам снять этот нос. Красивый. Камера, конечно, как-то все немножко искажает. Но поверьте, вот как камера искажает, так оно и визуально смотрится. Это кокетливый носик. Потом как-то все это... Как-то улыбка на вот этих вот фарах, фарах, окнах. Дальше это все раз. А вот этот хвост уже совсем из другого мира. Вот это брюшко, двигатели. Все как-то тут... Смесь, но она завораживает. Завораживает просто. Тебе нравится такая штука? Ну, это... Это да. Но она вся сделана вот так вот. Как будто она улыбается. Посмотрите, друзья. Мордочка такая. Ку-ку. Ку-ку. Друзья, пока из всех самолетов, мне этот больше всех понравился. Не знаю почему. Вот такой весь действительно очень классный. А вот это, друзья, то что надо. Вот, я считаю, каким должен быть самолет. Веселым, славным, позитивным. Что это такое? Вагу. Биплан, трехместный биплан. Отличная тоже тема. Раз, втроем полетел куда хочешь. Слушай, это трехместный биплан, представляешь? Я и не думал, что трехместные бывают. Ну, красив, согласись. Ну, это, друзья, Юнкерс какой-то. Этого характеристики. Выглядит, конечно, демонически. Тоже дизель, да? Да. Концепт. Очень большой. Прям такой. Это, друзья, один из первых, видимо, Юнкерсов, которые, видите, ошибка гофрированной алюминией. В начале прошлого века она как раз позволяла делать достаточно жесткие самолётики. Еще один веселенький бипланчик. Только покомпактней. Все-таки, видимо, двухместный. Вот его характеристики. Судя по всему, вот он старинный Юнкерс. Друзья, как делали обшивку в прошлом веке. Видите, она получается гофрированная. Крыло получалось достаточно жестким. Фактически нервюры. Естественно, при скольжении любом это создавало адское сопротивление. Но позволяло делать легкую прочную конструкцию из алюминия. Настоящий Юнкерс какой-то действительно. Местный, скоростной, быстрый. Да. Слушай, это вот такие были самолеты? А? Действительно какой-то велосипед. И смотри, сверху тоже какой-то. Давай посмотрим на стенд. Вот такие характеристики. Реально очень интересно познакомиться было. А глушитель какой-то смешной. Тут видимо и моторчик какой-нибудь топливный был. Если вот этот глушитель. Удивительно. Друзья, ну чтобы вы понимали мой восторг от этого самолетика. Его вес 350 килограмм. То есть вот он двухместный самолет старинный. Весом 350 килограмм. Понятно, что сейчас никого не удивишь. С учетом современных технологий. Композитов и так далее. Веселая вещь. Вот серия ротоксов. Вот какие они компактненькие. Маленькие. По сравнению с тем всем ужасом, который мы видели. Прям вот маленький-маленький. Простой-простой. Я вообще фанат вот этих ротоксов. Потому что я летал на самолетике с таким моторчиком. Я летал на вертолетике с таким моторчиком. И могу сказать, что все прекрасно работает. Ходят слухи, что это ненадежно, что это может остановиться. Что те проверены годами. А эти не очень. Не знаю. Я летал, а в ныне ничего не случилось. Иногда простота может быть чем-то лучше, чем все усложнять. Да? Абсолютно. Друзья, посмотрите, какая шикарная кофемашина. Вот, мне кажется, то, ради чего стоило ехать на эту выставку. Кофемашина из ротокса. Кофемашина из ротокса. Кофемашина из ротокса. Гениально. Гениально. Вообще, вещь. Вот это самый серьезный сейчас в серии ротокс 915. Самый мощный. Удивительно на самом деле. Такой маленький компактный двигатель. Выдает. Сколько он выдает-то хоть? Я не помню, друзья. Можете посмотреть. Сколько он выдает? Не помнишь? 915. Даже стыдно сказать. Не знаем, сколько он выдает. Но он маленький. То есть, вот, вы видели там вот эти все континентали огромные. Еще чего-то. Это тут просто вот. В любой самолетик маленький влезет. Две тысячи часов работает до ремонта. Ну, не сказать, что он дешевый. Но, как работает, мне нравится. Друзья, на 915 ротоксе летает прекрасный пятиместный самолетик Sting. Я на нем катался. Офигенный. То есть, большой самолет вытягивает маленький моторчик. Это классно. Друзья, удалось перекусить. И сейчас настроение явно лучше. Вот это вот очень дорогие вещи. Чтобы вы понимали, любой летательный аппарат, это, как правило, фонарь. И фирма, которая осталась у нас сзади, эти фонари делают. То есть, всевозможные форточки. Вот такого типа, такого типа. Фонари для планиров. В фонарях. И, соответственно, вот прямо вот этой фирмой у меня стоит форточка. 250 евро вот эта часть стоит. Сколько всевозможных самолетиков, друзья. Вот мы как раз в том сегменте, который, наверное, интересен большинству пользователей. Sonata Aircraft. Что-то металлическое, двухместное, красивое. Соответственно, еще одно. Тоже клепанный самолетик. Ну, то-ля бып. Вот я летал на штучем-то таком. У меня было, назывался Бристель. А это вот, вот такое. Оп. Можно посмотреть. Выглядит красиво. Алюминий, крашеный. Заклепки не потайные. Эх, аэродинамика. Все бы такое же, только с потайными заклепками. Уже было бы намного лучше. А вот, друзья, на 915 Rotex. Как раз я говорил. На нем делают что-то приличное. Вот это что-то приличное. Давайте посмотрим. В отличие от предыдущей версии. Крыло с чистой аэродинамикой. Вот есть очень хорошая штука. Вот этот клюв. Можете почитать, зачем он нужен. Ну, в общем-то, улучшает он срывные характеристики. Здесь тоже что-то такое оригинальное. Ну, вообще круто выглядит штуковина. Сейчас мы выясним, что же это такое фонарь. Вот за этот фонарь можно отдать Богу душу. О, хочу. Вот эту штуку. Слушайте, что это за штука-то? Давайте посмотрим, кто делает. А мы взяли два аппарата. Эликс Аэркрафт. Да. Ну, вот он красивый. Я могу сказать, что как-то все здесь весьма себе правильно, что называется. Винглетики сделаны там. Все вот такое. Приборная панель какая красивая. Весь мир перед глазами. Багажничек какой-то есть. Двухместный самолетик, но он очень красивый. То есть, не знаю, вот мой инженерный взгляд это ласкает. Чистая динамика хорошая. Шасси не убирающиеся в этой версии, наверное. Но, не знаю, вот прям. Слушай, классная штука, а? Ты посмотри, какой самолетик. На 130 узлов 18 литров в час. Да? Да. А 130 узлов это сколько километров в час? Это 210, что-нибудь. Композитный, да, получается? Слушай, ну видишь, сделаны эти ребра. Как положено, клюв этот сделан. Нет, по характеристикам. То есть, все как бы... Ой, красиво. На 915 ротекс. Какое красивое колесико. А максимальная скорость у него какая? На максимуме 157 узлов, по-моему. 158 узлов. Приличная скорость. Угу. Ладно. Берем. То же самое, наверное, на 912 ротекси, друзья. Но немножко другое крыло. Нету вот здесь клюва. Но примерно то же самое. Очень красивые самолётики. Вот такое мне нравится. Вот эта вся концепция. Вот таких самолётиков двухместных. Вылез из ангара. Вот купил сделать аэродеревню. Вылез из ангара и, пожалуйста, полетел куда хочешь. Вот пока у меня, могу сказать... Вот тут, конечно, первый самолётик, он прям в топе. Ну, расскажи. Мне понравился самолётик экономичностью. Потому что при скорости 100 узлов он кушает 8-10 литров в час. То есть на машине, на гибриде, ты будешь вот иметь такой же расход топлива на 100 километров. Потрясающе. Огонь. Друзья, продолжаем. Что-то в этом же роде. Только тандемная посадка. Тоже смотри. Это должно быстро летать. По идее. Тандем. Продольная посадка. Не так красиво, но... Что это у нас такое? Пилотажное? Да, наверное, пилотажное. Даймонды пошли. Ну, даймонды, друзья, это, конечно, да. Даймонд это почти планер. Почти. Почти. Посмотрите, какое длинное крыло у него. Оп. Высокое удлинение. Штука четырехместная. Отличительная черта а-ля планер это Т-образное оперение. Ну, вот такая штука летит. Четырехместная, с небольшим расходом топлива должен летать. Ой, даймонды мне очень нравятся. Это прям смесь планера и самолета. Видите, прям люди выглядят, севшие даймонд, очень счастливо. Наверное, если бы я себе покупал самолет, наверное, как раз... Не такой, конечно, но с большим удлинением, который все-таки хоть немножко может летать как планер. То же самое еще один даймонд. Это уже другой. Ого! Электрик. Электрический даймонд. Посмотрите, друзья. Вот такая штука. Его заряжаешь, как автомобиль. До чего дошел прогресс. Это как разъем такой же, как у меня в BMW i3. И вот на этом электрическом самолетике можно, наверное, летать. Ну, собственно, то же самое, что то, только электрическое. Вот оно электробудущее. Четырехместный электрический самолетик. Вот тебе, пожалуйста. И хвост шевелится. Да, предыдущий повелил он с этими пафосными всякими а-ля бездюджетами. Все это, конечно, хорошо, но вот она настоящая жизнь. Четыре места. Зарядился от солнечных панелек. И идти куда хочешь. Они красивые. Это все композиты, друзья. Стекловолокно, углепластик. Совершенно правильный мир. Огонь. Огонь. Рад, что до даймондов добрался. Давно хотел пощупать. Ну, а здесь, конечно, двигатель. Я так понимаю, какой-то... Здесь как раз стоит дизелечек. Судя по всему, по крайней мере, я вспомню, что на даймондах стоят дизельные вот эти двигатели. Как раз такой двигатель вот и стоит. Как вы видите, это дизель. Соответственно, он экономичный. Как по мне, это очень правильное решение. То есть, экономичность с точки зрения дизельного двигателя. И еще экономичность с точки зрения самой аэродинамики планера. То есть, здесь чистое крыло без заклепок. Вот все сделано хорошо. Венглеты, прочее. Знаменитый Технам, Текам. Я не знаю, как он правильно называется. Но в свое время компания была Человия, которая на таких самолетиках учила летать. В России была, наверное, одна из лучших летных школ. Но Росавиация ее похоронила. И если вы не знаете, почему отсутствует авиация в Российской Федерации нормальная. Так вот, заслуга это Росавиация. Ну, хотя мне сейчас несколько пофигу, какая авиация в Российской Федерации. Но сам факт, сам подход. Не знаю, на каких самолетиках учили в Челове. Может быть, на таких. Может быть, на таких. Ну, наверное, это слишком большой. Но в любом случае, посмотрите, какой выбор огромный. И это был период, когда можно было, не знаю, правильно учить, что ли. То есть, была хорошая компания. Я знал людей, которые там работали. Я знаю, выпускников, которые там учились. Там был грамотный, хороший, красивый подход. И все это разрушила Росавиация, отозвав взять лицензии под формальным предлогом. И... Ой, мы умеем только портить. Ну, не мы, а в данном случае кто-то умеет только все портить. А люди умеют, посмотрите, создавать какие красивые самолеты. Что ты думаешь о Росавиации? Вот скажи от души. Нет, нет. Нет цензурных слов. Он боится. Да я шучу. Ну, мы все знаем, как настоящие пилоты относятся к Росавиации. Вот так. Как ты думаешь, с каких самолетиков нужно начинать летать? С каких-то нереальных даймондов, на которых учат курсантов, допустим, сейчас во многих училищах? Или с того вот настоящего? Як-18Т. Ну, они все уже попилены там почти. Я согласен, кстати, с тобой. Я учился на Як-18Т. А так вот подойдет чехам как раз вот тут? Да и я. Да, я бы с удовольствием, конечно. Ну, друзья, Росавиации считают по-другому. Что такие школы хорошие, как Человия, и другие частных школ вообще быть не может. Что учиться нужно обязательно в государственном ВУЗе, а не государственная контора – это ад. Что теорию нельзя изучать заочно. Хотя любой человек умный понимает, что ты сидишь за компьютером и читаешь грамотные фильмы. Что ты сидишь, слушаешь лектора, который там… В общем, это дно. Учитесь работать, чиновники. Перенимайте опыт цивилизованного мира. Ну, это совсем тяжелая артиллерия, друзья. Это и конторы, и двухмоторная версия. Такие вот красивые. Я уже даже сказал, не самолетики, а самолетища. Не знаю. Мне вот, наверное, когда вот все это становится вот таким тяжелым, большим, то какая-нибудь вот эта Fonda Jet, как-то она все-таки изящнее, что ли, гармоничнее. Вот это какой-то все-таки уже… Или уже одномоторный самолетик, как и гей, или вот реактивная зажигалка. Вы прекрасно понимаете, что если такие вещи делают, значит, они кому-то нужны. Ну, вообще… Выглядит она, конечно, симпатичная. Два мотора. Движки могут быть какие-нибудь а-ля Rotex. Два легких двигателя, и все это улетело. А, кстати, есть самолетик в МАИ сделали, такая же компоновка, тоже Rotex. Скорее всего, здесь два Rotex состоит. Двухдвигательная компоновка хороша тем, что, конечно, при отказе одного двигателя это может летать дальше, надежность выше или от поля. Но геморрой тоже добавляется сразу же, что два двигателя… Двойные вопросы с обслуживанием. Но изящно. Решение красивое. Выглядит красиво. А вот, друзья, двух двигателей на Diamond. Это вот такая вот штуковинка. Да, 62. Ну, в характеристике все вы видите. Как это самолет выглядит. Турбулизаторы какие интересные. Выглядит в реальности. Ну, опять, почти как планер. Ну, конечно, до планера этому аппарату, как до Марса, потому что все-таки, когда такие две хрюши висят на крыле, два таких огромных мотора, это уже, конечно, не то. Но, судя по всему, это дает достаточно оптимистичные характеристики, которые вы наблюдали. Какие из них? Ну, во-первых, это двухдвигательный самолет, соответственно, отказ любого мотора не влияет на возможность продолжать полет. Четыре места. Наверное, какой-нибудь приличный запас топлива. Даже сзади что-то есть для багажничек. Опять же, тот же самый Т-образный хвост. Ну, Diamond, мне очень нравится тем, что это выглядит почти как планер. Хотя, конечно, повторю, что с вот такой компоновкой с двумя моторами, это немножко уже другое. Как видите, мы сейчас в царстве двухдвигательных самолетов. И ходит много споров, насколько вот именно безопасна концепция двух моторов. Ну, и с одной стороны, моторов, когда два, это, по сути, в два раза больше надежность, наверное. То есть отказ двигателя не является критичным. С другой стороны, количество катастроф двухдвигательных самолетов все равно достаточно большое. И часто это возникает из-за того, что отказ двигателя, там вроде как нужно, по идее, его флюгировать, чтобы возникало вот этого момента с перекосом, когда один двигатель тянет, а другой нет. Представьте ситуацию. Вот этот двигатель встал, а этот тянет. Этот самолет пытается развернуть таким образом. Приходится давать педаль, компенсировать все это. Аэродинамика не к черту становится. Делать это нужно достаточно быстро, достаточно аккуратно. И, как правило, вот это вот огромное количество факторов, которые в этот момент давят на пилотов, оно может понизить надежность. Именно за счет такой некой стрессовой ситуации, с которой человек может не справиться. И все преимущества двухдвигательного летательного аппарата может нивелироваться тем, что пилот может просто не справиться, не хватить опыта и еще чего-то. Поэтому, если вы летаете на двухмоторном самолете, то нужно реально по-боевому тренировать отказ одного двигателя и понимать, какие последствия для аэродинамики самолет это имеет. Ну, если так делать, то, да, двухдвигательный самолет такой красивый будет более безопасным. Это что такое? Да вот хитрецы пишут скорость на круизной скорости, а потребление на 60%. Ну вот поди, поди и пойми. Мнение разумного человека. Да нет, все хорошо с этим самолетом, но чисто эстетически, не знаю, мне не нравится. Кокпит двигателя выглядит как какая-то неестественная опухоль. Ну, не знаю. Друзья, поясню. Сергей вот сказал то, что я думал. Посмотрите, две каких хрюши огромных, вот два движка в этих обтекателях. Вот на теле красивая аэродинамическая конструкция. То есть это выглядит действительно немножко несуразно. Если вы хотели знать мое мнение, настоящий Diamond это вот. Вот настоящий Diamond, который красивый, изящный, логичный. Вот тот самолет, который действительно красив, как самолет. Потому что, как говорили великые авиационные конструкторы, настоящий красивый самолет должен красиво летать. И вот тоже красивый самолет электрический. Вот он, настоящий Diamond. То, что вызывает уважение. Выглядит красиво. И вот действительно, не знаю, впечатляет. 36% батарейки. 33 минуты полета. Электрический самолет. Ой, самолет будущего. Друзья, легендарный Extra. Это, конечно... Вот он, полный гигей. Если хочется адреналин, чтобы капал из всех ушей, из всех щелей, то самолет ваш должен быть вот таким. Ой... Потрясающая штука. Чтобы его в клетку поместили, чтобы он не нашалил. Чтобы не нашалил, да. Знаете, что мы любим немножечко пошалить? Вот, да. Закрыли. Очень красивый самолет. Да. Вот на таком бы я полетал. Это уже... Вах! Очень красиво. Экстра мне нравится. Огонь! Это турецкая регистрация, что ли? Или турецкий самолет? Акула. А212 Turbo. Вот такой самолетик. Велосипед. Он демонстрирует, как можно взять, привезти велосипед, потом собрать и поехать куда-нибудь. Кислородные системы. Заправлено 200 атмосфер, насколько я понимаю. Такой лежит красивый кислородный баллончик. Здесь некое семейство этих баллончиков. Друзья, у меня в планере стоят обычные стальные баллоны. Но это круто. Композит, по идее, если ткнуть пальцем куда-нибудь сюда, то покажут вес. Скорее, это все легкое. Я использую вот такие вот цилиндры. Только, ну, поменьше. Вот, друзья, как выглядели моторы в двадцать восьмом году. Незамысловато. Картер, парочка цилиндров простейших. Ну, и какой-нибудь микровинтик. Бак-бак-бак-бак-бак полетело. Это, чтоб вы понимали, двадцать восьмой год, восемьдесят лошадиных сил. Мистер Шмидт Ме-23. О! Реально красив и прост. А это что за хрень? БМВ? Да, механизм. Шаг пинта как регулируется. Ого! Пружинки. Толкалки. БМВ. Тоже начало какой-нибудь века. Какой год? Год не написан. Обороты максимальные 2700. 2700. 275 лошадиных сил. Крылышко, как у нашего Робина. Буксировщика на поле. С таким характерным изломом. А что это за самолет? Мы не знаем. Оп! Самолетик четырехместный. О! Робин! Точно! Это же наш... Друзья! Я вот говорю, какой наш буксировщик. Это же и есть наш буксировщик. Папа Лима! Слушай, это... Это Робин, который летает туда в стародроме. Красота! Слушай, вот, вот. Это деревянный самолет. Во! От него крыло! Точно! Огонь! Друзья, вот. Вы говорите. Будущее, будущее. Вот оно, настоящее. Хороший, простой, деревянный самолет, который можно собрать, можно сказать, у себя в гараже. Если у вас руки растут не из хвоста. И... Посмотрите, как выглядит на него крылышко. Фанера. Вот оно. Я не видел просто от нашего Робина ничего. Вот такой набор. Дерево. Ну, видите, здесь специально сделано крылышко, так, чтобы можно было понимать, как оно устроено изнутри. Половинка зашита, половинка нет. То есть, это все зашивается фанерой. И получается настоящий самолет. Вот он. Самолет-буксировщик нашего аэродрома. Робин. Их до сих пор делают, их очень ценят, потому что он удобный, классный, летучий, крепкий, надежный. Я прям вот увидел и сразу почуял. Глаз. Глаз. Самый лучший буксировщик на свете. Потому что он меня иногда бусирует в очень неприятную погоду с попутным ветром. Вытягивает всегда волшебный самолет. И, как вы видите, простой, как дерево. Что ты скажешь по поводу Робина? Ну, симпатичный, летающий толстячок. В целом, ну что, 200 он летит. Нормально. Ну, 25 литров кушает. Ну, почему нет? Четырехместный, спокойный, простой. Четырехместный, да. Крепкий, хороший. Мы его очень любим. Не быстро, но... Ну, если его до сих пор делают, значит, в нем что-то есть. Он симпатюля. Он симпатюля. Этим все сказано. Мы, друзья, еще те эксперты, да? Мы просто уходим из соображений, во-первых, вас веселим, если вам грустно. А во-вторых, исповедуем принцип, что нравится глазам, то, наверное, должно и хорошо летать. И вот пока у нас, мне кажется, вообще чемпион сегодняшней выставки, вот эта штуковина. Я пока вот больше всего восторжен вот этим странным автожиром. Хоть я и автожир не люблю, но вот эта штука, она прям... Я буду про нее читать. Она паразирует мое воображение. Мы, друзья, пока не можем понять, что это за хрень такая вот. То ли турбо какая-то вот шмурба. Выглядит красиво. Вот так выглядят ее характеристики. 40 килограмм. 97 киловатт. Ну, короче, я выяснил про вот этот маленький движок. Их цель. Куда они идут? Они целят в нишу как бы поконкурировать условно с Ротексом. Да. То есть это уже будет турбо. Турбопроб. Вот. По цене фактически пистон, то есть в смысле поршневого двигателя. Вот. Он стоит вот сейчас на приордере 45 тысяч евро. И выдает он 130 лошадей. Вот. Да. То есть в целом тема прикольная. Если заработает. Да. Да. Они в этом году только должны его вытащить. Ну, значит, года через четыре увидим. Да. Друзья, посмотрите, какой забавный летательный аппарат. Здесь открытый, большой. Вообще кайф. То есть... Могу помнать турбопроб. Посмотрите, какая потрясающая штука. То есть ты сидишь, открытый ветром. Сзади какой-то мотор. Все это летит. Ну, вот очень позитивный летательный аппарат. Расчалочки, трубочки. Открытся метрам. Сзади двухместное, наверное, сиденье. Впереди одноместное. Здесь у нас, наверное, замер чего-то идет. Вот такой тип панк, на самом деле. Очень красиво. Вот как это выглядит и называется. Вау! А, так это... Друзья, это на банке штука летает. Это на маздовском движке. Двигатель от Мазды. Вот он. Вся эта конструкция летает на двигателе роторном от Мазды. Вот, что только не увидишь. Ну, друзья, смотрите, какой интересный электрический концепт. Вот этот вот маленький электромоторчик крутит вот такой большой винт. Карбоновое крыло. То есть, как видите, скорее всего, все то ли не доделано, то ли специально так снято, что было понятно. Вот, судя по всему, контроллер этого маленького моторчика. Легча еще должна быть конструкция, потому что, видите, вот это вот углепластик. Углепластиковые трубки. Углепластиковые нервюрки. Соответственно, кессон. Ну, видно, что это все не доделано, что это вот начали делать или не доделали, или специально так разобрали, чтобы можно было все изнутри посмотреть. Соответственно, будет обшивка. Ну, вот она с той стороны уже есть. Будет что-то очень легкое. И, действительно, это будет легкое. И это маленький, легкий электрический самолетик. Судя по всему, одноместный. Ну, да, судя по кабине. На котором можно будет зажигать просто гей-гей-гей-гей-гей. Ну, потому что, действительно, вот он электромотор. Сейчас мы посмотрим на характеристики, что здесь написано. Ну, что мы имеем с гуся. Плюс 6 перегрузка, минус 4 перегрузка. Это уже прилично. 20 киловатт номинала, 30 киловатт в пике. 2 часа можно летать. 160 километров в час скорость круиз. 210 максималка. 5 метров в секунду набор. Ну. И можно хранить, можно хранить в этом, в сарае. И не гниет, потому что из угля. Что ты скажешь по этой штуке, одноместная? Это вообще тряпочка. Тряпочка. А что ты хотел? Вот. Слышишь? В детстве мы и подумать не могли, что из эпоксидного клея ЭДП. Да. Как сколько там? 20, как он назывался? Это 20, да. Из угля можно сделать вот такую потрясающую штуку. Огонь. И вы поймите, что крыло на самом деле сужается. То есть это на каждую нервюру сделана своя матрица. То есть это адская совершенно работа. Очень красиво. 70 килограмм? Да. Я не знаю немецкого. Что это значит? То ли вес, то ли грузовый. Очень интересная штука. Вау. Друзья, это зрелище фикс. Очень красивое. Как вся эта штука оживает и выстремляется в небо, в тишине. Все замерли. Всем нравится. А человек, который руководит этой огней и феейей, кажется каким-то богом. Теперь тренажер на передвижной, такая кабинка смонтированная. Можно сидеть и аккуратненько наслаждаться полетом. Бывают еще такие же штуки, которые качаются там как-нибудь и создают полную иллюзию полета. Вот это вот очередная тема беспилотника, как вы видите. Выглядит достаточно красиво. Эра беспилотников, друзья, наступает. Это причем, я так понимаю, беспилотник, который может сам взлетать вертикально, наверное, поворачивать. Вот, смотрите, винт у него здесь и такой, и сякой. Вот эти вот все двигатели поворачиваются, эта штуковина взлетает вертикально и потом куда-нибудь летит. Потрясающая штука. Посмотрите, какая красота. И беспилотник, как его там, Орлан, который сделан из китайских моторчиков, консервных банок, бутылочек для чего-то. И стоит там какие-то совершенно чудовищные деньги. Складной винт, узкий фюзеляж и бокс большой для того, чтобы можно было туда побольше напихать всякой вкуснятины. Тоже маленькая трубочка, все, наверное, разбирается прекрасно. Сделано, ну, очень аккуратно и красиво. Культы управления, джойстики. Все такое, сразу сделано в милитарной стандарте. Вот сейчас покупаю и эксплуатируюсь. Это прям можно посидеть в настоящей боевой штуковине какой-то. Я даже могу вам забраться, не знаю, что это за самолет, но сюда пускают всех простых смертных. Друзья, как выглядит человек, который летит по виртуальным очкам. Вот так. Трясет. Турбулентность, смотрите. На самом деле, прекрасно работает платформа. Не знаю, на чем это летят, но выглядит очень интересно. Гидроцелинчики, педалечки. Раз, и все. Я знаю, что такие есть, которые там и так трясут, и сяк трясут, по всем осям трясут. Интересно. Посмотрите, такое интересное достаточно решение. Сферический экран. Надо будет попробовать такую штуку в планеру и делать. То, что нам нужно, чтобы подниматься в тротосферу. Высотно-контенсирующий костюм. Вот если планериста одеть в такую штуку и надуть, чтобы его сжало, то можно подняться в километров на 15. А вот это, друзья, удивительная штука. Это гибридный THAM на базе с мотором ROTOX. Гибридная версия. То есть и электромотор, и двигатель ROTOX. Так? А где, собственно, гибридность его? Я понимаю, что это гибрид. Ну, привод-то. А где двигатель электрический? По-моему, там. А где сидит с ним, Саоста. А, Саоста сидит с ним. Экспериментал и так далее, тому подобное. Вот видите, чумодан стоит какой-то электрический внутри. Ну, в общем, должна быть интересная штука. Соответственно, он, по идее, четырехместный. И что ты можешь нам сказать? Ну, выяснил, да. Ну, практически так же он устроен, как и обычный автомобильный гибрид. На одной оси сидит двигатель ROTOX. Вот самолет этот Детнам. И, соответственно, Саоста на той же оси сидит электрический двигатель от Роуз-Ройса. Полный комплект и батареи, и система управления батареей, и контроллеры. Все оси сидит. Они все это собрали и практически в том же размере поместили в то же подхапотное пространство. Ну, реальная экономия. Он говорит, что процентов 20-25. Ну, он, получается, на взлете должен может мощности больше получить? Да. Да. То есть, сам плюс, что это с 915 ROTOX, но он может добавить батарейку. Он может добавить батарейку. Я нашел в своей самолетике любимый Бристоль. Смотрите, друзья, это самолетик, на котором я учился летать. Он металлический, но совершенно волшебный. Очень хороший, потому что я на нем учился летать, и я в него влюблен. Ну, знаете, как в первый самолет, на котором мне удалось... Вот на таком я вылетел. Ну, не на таком, может быть. Вот на таком, наверное. Вылетел самостоятельно. Самолетик послушный. Самолетик приятный. При нем есть какое-то такое... С одной стороны, простота. С другой стороны, изящество. С третьей стороны, характеристики. То есть, несмотря на то, что это консервативная, клепаная конструкция, это вполне себе прекрасный аппаратик. Ну, наверное, не электрический. Я не знаю, почему они в гибридном зале. А? Или все-таки гибридные? Все, наверное, нет. Все чистые ротексы. Чистые ротексы. Но, между тем... А, вот, смотри. Вот E-Powered. Может, эта версия... Да. Вот это вот уже электрический. Вот почему, собственно, Бристоль как раз находится в этом зале. Отлично. Светлое будущее, друзья. Можем посмотреть характеристики. Кто быстро читает по-английски. Вот вам текст. Отлично. Ну что ж, пойдем дальше. В светлое... Какое-нибудь еще будущее. Электрическая штуковина. Сдвоенный моторчик. Я так понимаю... Учебный летательный аппаратик. С... Моторчиком. Это... Что за контора? Silent Wings. Ну, интересный. Смотри. Видишь, что это... Колесо велосипедного типа как... Ну, он потому что... Полупланер. Полупланер, да. Ну, и вполне с колеса будет взлетать. Вот у него нормальный, совершенно... Качественный этот... Я же взлетаю с колеса. Значит, этот будет очень-очень красивый тоже. Наше везение продолжается. Только мы капельку посидели. Зашли в очередной зал. И раз. Вот вам, пожалуйста, пипестрель. Электро. Мы вышли уже из гибридного зала. Я все переживал. А где же все-таки электрический пипестрель? А вот они. Вот, пожалуйста, электрический. Замечательный пипестрель заряжается. Можно посмотреть, что такое все-таки... Это электроверсия. Сертифицированная ЯСа. То есть, вот этот самолетик уже вполне легальный. Можно вот прям покупать электрический. И на нем летать, тренироваться. И вы понимаете, что для школы такая штука более чем замечательно. Воткнули быструю зарядку. Чпунь. Вкачали сколько нужно энергии. И взлетели. Я понимаю, что вот эти заборнички, они как раз вентилируют батарейки или... Да. Контроллеры или что-нибудь в этом роде. Классная концепция. По слухам, на этом типе самолета обучение получается крайне дешевым. Именно из-за того, что есть электромотор. Батарейки, конечно, нужно обслуживать. Но современные ретионные батареи работают все дольше и дольше. И будущее. Вот оно. 600 килограмм у него взлетный вес. Батарейки. Сколько их в цеху стоит. Ну так, да. Впечатляет. Немножко другое крыло. Не такое, как у меня. На моем папестреле. Вы же, друзья, знаете, что я себе купил папестрель Таврус? Ну вот, это у нас альфа-тренер. На таком папестреле можно учиться замечательно. Это у нас, смотрите, есть буксировочный крюк. Можно таскать планера. Что это у нас? Эксплорер. PP3 Эксплорер. Все это у нас... Вот это уже на двигателе внутреннего сгорания. Вот такой Эксплорер может летать в Африке. Слушайте, я не знаю, на самом деле, подробностей по характеристикам. Кто-то этой темой не интересовался самолетный по пипистрелям. Но интересный пипистрель бы я поставил Пантеру. Если она бы здесь была. Ну, пока вот все такое самолетное. И, к сожалению, нет ничего планерного. То есть, как выглядит, наверное, моторама алюминиевая. Чтобы показать высоте технологичность этой штуковины. Выглядит, конечно, действительно красиво. Очень жалко, что, конечно, планерную тему не представлено на пипистреле. Я бы так понимаю, они ее, ну, может быть, надеюсь, не сворачивают совсем. Но на выставку не притащили. Жаль. Мне казалось, что это очень грамотная идея. Если говорить о красоте, то вот этот самолетик производит впечатление красивого. Дух местный, но такой достаточно большой. Посмотрите, какой закрылок мощнейший. Ух! Как тормозной щиток больше работает. Очередной двухдвигательный шедевр. Такая вот красотуля, друзья. Посмотрите, как выглядит симпатично. У меня вот эта двухдвигательная версия, конечно, когда над крылом нависают такие чудовищные мотогондолы. Я не знаю, как-то капельку пугает. Раз, 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 раз и прыг. Прыг в самолет. Вместе с ребенком. И нормально. Очередной самолетик, друзья, симпатичный. Вот так дверь открывается. Ну, как вы видите, концепция примерно та же. Три стойки. Красивый, прекрасный обзор. И какой-нибудь 915 Rotex. Ну да, вот она. Концепция хорошего, замечательного, веселого самолетика. Красивый. Это очень хорошая фирма La Ravia. Которая занимается тем, что ремонтирует двигатели. Продает к ним огромное количество всевозможных запчастей. И действительно отличается ремонт высшим качеством. Очередная красивая вариация моторчика, внутреннего сгорания, авиационного. Вот такие примерно характеристики. Не знаю, работает или нет. Выглядит красиво. А вот какой-то самолетик. Возможно, с этим двигателем. С этим мотором, да? Да, похоже, что с ним. Смотрим на самолетик. Все то же самое, друзья. Да, выглядит неплохо. Главное, чтобы так же и работал. Это алюминиевый все-таки самолетик, склепанный в Паттай. Еще один моторчик. Фирма называется, видимо, Oil Power. Какая бешеная зажигалка, посмотрите. Даже не знаю, как вам это и представить. Но стоит с наклончиком для красоты. Ноздри у него. Одноместный самолетик. Должен летать быстро и весело. Это потрясающая штука. Это парашют, который спасает непосредственно весь планер. Самолет или что вы хотите. Вот как это выглядит. Бам! И все. И это приземляется замечательно на парашюте. У меня такой парашют стоит на пипистреле. Галакси. Красота. Как этот парашют выглядит. Вот такой вот замечательный контейнер небольшой. В нем стоит парашют. Очередная прекрасная встреча, друзья. Это винты компании E-PROP. Можно посмотреть, сколько он весит. Весит он немного. У меня как раз на пипистреле винт вот этой компании E-PROP. Отличается он тем, что качество лопастей очень легенькое. И такой винт, но когда его нужно остановить, например, на планере после того, как вы выключили двигатель, он становится очень быстро. очень странная, друзья, какая-то конструкция. Я так понимаю, паровой какой-то самолет. А зачем крылья тогда нужны? Густав Верков номер 21B. Все на тросиках и на растяжках. Полотно. Очень странная конструкция. Нравится? Забирай. Не знаю, друзья, что это за штука, но выглядит она феерично. Что только не увидишь. Мы вернемся к классике, друзья. Вот самолетик. Рядом с ним палатка. Вот YouTube пилот Франк летает на такой штуковине. Это у нас... Да, ну это значит просто так. Самолетик с 915 тоже Rotex. Ну, так выглядит очень симпатично. Должен чувствуется зажигать. Американский самолетик с последовательной посадкой, турбопропом. Ну, такая, видимо, веселая зажигалка. Друзья, простите, что я камерой постоянно виляю, но у нас времени совсем не осталось. Мы просто бежим по этой выставке. То есть сначала-то мы думали, что мы медленно и уверенно все посмотрим. Но, как вы видите, медленно и уверенно не получается. Получается быстро и не уверенно. Вот какие-то старинные бипланы. Менее старинные, но тоже бипланы. Такое-то вообще что-то такое солидное. Обзор, конечно, у всей этой техники очень странный. Что это у нас такое? О, 1943 год. Еще один. Что-то современное с другого ракурса. Опять же, на 915-м ротоксе. Очень хорошо. Ну, таких самолетиков мне, конечно, немножко обзор смущает. Понятно, что это высокоплан по-своему. Замечательный, но... О, Буш самолет. Смотрите, друзья, все-таки мы что-то приличное вам нашли. Вот это настоящая Буш какая-то леталка. Потому что, посмотрите, какие пневматики. Пневматики, они даже на лапах чувствуются, какие мягкие. Что это такое? Опять же, дуб Меска, но только последовательные посадки. Да. Чувствуется вот эта штука. Может приземлиться где угодно. И как угодно. Подвешены самолетики прямо к потолку. Тоже хорошее решение. Кафе. Не, не кафе. Тут все сидят, общаются. И смотрят самолетики. Красивая экспозиция. То, что на потолке, сразу впечатляет. Да, друзья, в одном классе, как Сергей заметил, огромное количество относительно этих самолетов. Даже, скажем так, голова кружится уже, да? Ну, какой, какой забавный, интересный пропеллер. А, я так понимаю, что это пропеллер для электроверсии. Такой загребущий, низкооборотистый. А вот, собственно, эти электроверсии. Ты посмотри, какая лопата, а? Интересно. Я говорю, не стал бы называть самолет Икарусом. А, Икарусом? Я согласен. Икар, к сожалению. Икар плохо кончил. Я залететь не сумею. А где Икарус? Вот. Да, друзья. Вот такой вот Икарус. Мы уже уставшие, скажем так, на остатках энергии какой-то. Уже ничего мне рассказываем, не показываем. Просто картинки показываем, как это выглядит. Ой. И, в общем-то, персонал примерно в том же состоянии к вечеру прибывает. Поэтому вот такие вот самолетики. Бризер. Очень тоже все красивые. Самолет, потому что, мне кажется, очень сложно сделать совсем некрасивым. Вот такой высокопланчик симпатичный. Посмотрите. А, тоже какой-то водородный концепт, судя по всему. В этом он держит водород. Вот. Батарейка. Моторчик. Продолжаем съемку в стиле «Галопом по Европам». Вожу камерой направо и налево, как могу. К сожалению, один день у меня только есть. На один день меня отпустили с планерных полетов. Сказали, давай, один день можно. Вот расцветочка мне нравится у этого самолетика. Такой двухместный красивый самолетик аккуратненький. Это, наверное, доминирующая идея двухместной. Чтобы можно было одному лететь и взять кого-то с собой. Потому что трехместный сразу громадное совершенно усложнение. Очередной, видимо, двухместный самолетик. Сколько же их? Это какой-то гибрид, опять же. Ну, видите, я уже даже не могу, помню, почитать, что это за гибрид. Что в нем гибрид? Наверное, тоже как-то там... И электричество, и неэлектричество. Вот такой вот интересный самолетик. Jet Access. И вот такой. Даже какие-то характеристики. Быстро вам засниму. И такой. И сякой. А вот Sting. Как раз. Вот, друзья. То, на чем я летал. Совершенно волшебный самолетик. Действительно очень удачный. Вот это реально четырехместный самолет. Два места сзади. Залезать назад не очень удобно. Но в целом залезать удобно. Клёпанный. Я был на производстве, видел, как в Африке. Это южноафриканский самолет. Я видел, как его делают. Делают его действительно очень качественно. Хорошее качественное анодирование. Аккуратная сборка. И, конечно, летает этот самолетик волшебно. То есть, достаточно большая площадь крыла. Развитые элероны. Рулится силой мысли. Оборудован спа-системой парашютной. Опять же, на 915-м ротоксе. То есть, очень хороший и удачный самолетик. Жалко, что тут один представлен. Потому что фирма реально крутая. И я в Африке был у них на заводе огонь. Очень хороший самолет. Да, я читаю характеристики. Действительно круто. Я такой хотел купить. Самолетик, друзья, продается в виде кита набора. То есть, можно такой построить самому. И я чуть было не купил. Именно такой самолет. И хотел собирать его сам. Но передумал вовремя, наверное. Потому что в текучих условиях я бы это сделать не смог. Случился коронавирус. И, может быть, даже ему за это некоторое спасибо. За то, что я передумал покупать и собирать такой самолетик. А вот это вот очередной буш самолет. Для посадки вот в таких вот труднодоступных местах. Но это еще не труднодоступные. Но вот типа пшеница. Сюда вон там. Ну и пшеница. Трава высокая. Сюда плюх это плюхается. Взлетает. Видите, какое расстояние от колес до земли. Вот он буш плейн. Мощный двигатель. Гигантские совершенно колеса. Ну вот. Совершенно чудовищного размера закрылок. Ну не чудовищного, конечно. Мне так показалось сначала. Но достаточно развитый. Да. Все сделано для того, чтобы эта штука смогла приземлиться в любых глубинях. Посмотрите, какие гигантские амортизаторы. Бам! Плюх! Винт никогда не достал до земли. В общем, отдельный тип самолетов. Смолет. Немножко с легкой философией вертолета. И вот приземлились так. Растопили печурку. Костерочек с пледиком. И любуетесь на окружающую природу. Встретяйтесь какой-нибудь закат в горах. Шикарная обзорная кабина. Не знаю, друзья, что это за самолет. Ну, можно сказать, вариаться на тему робин. А может это большой робин какой-нибудь новый. Здесь багажный отсек довольно большой. Можно собаку сюда поместить. Огромное кресло заднее. Мне даже интересно стало, что это за самолет. Ну, видите, полотняная обшивка присутствует. То есть, это значит, что-то такое... Ну, крыло, как у робина с изломом. Вот информация про эту штуку. Дерево? Что тут дерево, перкаль. Да, деревянный самолетик. Интересный, большой, веселый. Очередная буш-версия. С мехом пилотское сидение. Медведи нарисованы. Ну, всякое. Все прям как должно быть. А это какой-то очень веселый бипланчик. Рассветка красивая. Вот этот бипланчик почему-то мне уже нравится. Видите, на него... Не знаю, вот те были какие-то мрачноватые. Может, этот из-за рассветки таким легким кажется. Здесь, по моим ощущениям, обзор должен быть получше. И как-то все правильнее, что называется. Сейчас мы даже посмотрим, как он называется. Очень веселый. Смотри, какой веселый бипланчик, да? Вот тебе тяжеловесное какое-то ощущение создавали. А этот прям изящный такой, да? Да. И обзор есть. И обзор есть. Как называется? Шервуд. Шервуд ДС-22. Ну что ж, Шервуд. Огонь. Огонь, Шервуд. В царство бипланов мы попали. Еще один. А, это реклама ткани для обтяжки планиров и самолетов. Действительно. Вот видите, какой веселенький. Просто потому, что правильной тряпочкой обтянут. А вот сама ткань для обтяжки. Посмотри, какая замечательная. Да, друзья, вот я свой планер как раз сейчас обтяну такой тканью. И будет он у меня очень красивым и веселым. Ну, причем, да, современная она будет служить вечно. Опять же, да, вот видите, вариация. Тот же самолет, вот, ну, обшивочкой обтянут. Вот оно багажное отделение, которое там было прозрачное. Вот он диван. Красивая панель. Пошли дальше. А вот этот вообще непонятно что. Это не Кри-Кри или случайно? Ну, в свое время я видел в самолете Кри-Кри. Очень маленький, который... Нет, это не Кри-Кри, наверное, но... Примерно из той же философии. Малюсенький, прямалюсенький. Мне кажется, вот, Сережа даже в него не поместится. Отличная зажигалка. Весит он... Да, это этот... УЛМ 120 килограмм, не надо медицины и так далее. Вот, вы можете купить такой самолетик и летать там, где душе угодно. Интересно, какой у него моторчик, давайте посмотрим. Так... Скорость 150. Расход 4,8 литра в час. 193 мм максималка. 95-й бензин. А вот и мотор. SE33. 33 лошадиных сил. Тактный индустриальный мотор. Очень интересная штука. Вот реально. Вот он, в гараж. Да его можно из норы выкатить любой. Ты посмотри. Смотри, какая штука. Мотор-то самого нету, не видно. Да, вот он. Моторчик, друзья. Вот только так я вам покажу. Очень интересно. 810 купликов. Офигеть. Офигеть. Вот такую штуку я себе хочу гонять. Не знаю, зачем, но хочу. Ну это его, так понимаю, старший собрат, то есть та же контора. Ну вот он, видите, сразу понравился на морду. И этот красив, но тот просто конфеточка. Ну очень симпатичный. Двигатель даже мы можем через щелочку заглянуть. Вот, видите. Оп, цилиндрик один, цилиндрик второй. Все просто. Чтобы ты понимал. 4,8 литра в час расходует он. Скорость полета у него крейсерская 150. То есть получается около трех литров на сотню километров. Ты там мопед такой не найдешь. Небесный мопед. Да. Небесный мопед. Друзья, моторы Хирт. Марку эту я, не сказать, что очень люблю, потому что бытность мою парамотористом капельку наигрался. Но двигатели самые разные. Все совершенствуется. Мы надеемся, что улучшается. И, возможно, сейчас это все становится лучше и лучше. На цилиндровой. Вот с таким я летал моторчиком на парамоторе. Да, и такой поплавковый карбюратор как раз. Ох, он мне кровушки попил. Это уже игрушки водяного охлаждения. Что-то типа для каких-то дельтапланов или еще чего-нибудь. Очередная вариация на тему маленького одноместного самолетика. Но этот побольше будет, покрупнее. Тоже все вот это вот, судя по всему, желание поместить 120 кг. Но мне такая компоновка, когда винт перед мордой с двигателя Масло капает на тебя и очень нравится. Очередная вариация на тему гирокоптеров. Ну вот уже все. Почти мы буквально. Пати какой-то началось уже. Выставка заканчивается. Все уже нагулялись, насмотрелись. Одни мы. Опа! А вот и какой-то типа планер. Что это такое? Смотрите, друзья. Планер. Мы, похоже, завершили. Вертолет был крайний зал. И, наконец-то, не прошлось 8 часов. Как рабочий день на выставке. Мы все обошли. Самым замечательным павильоном был, естественно, с гибридными технологиями павильон. Там, где планера. Я сейчас туда возвращаюсь, попробую провести оттуда стрим. А со всеми прощаюсь. До новых встреч, друзья. До новых позитивных роликов. Приятно было потусить с вами на выставке. Пишите, как вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok